Прямо сейчас рядом со мной Антон Токарев, он преподаватель кафедры IT и дизайна профессионального педагогического колледжа. Все верно. Здравствуйте, меня Астасия, здравствуйте, зрители. Ну и давайте, наверное, спрошу сразу про учсип, как оно было, как прошло, какие эмоции. Ну, учитывая то, что я впервые участвовал в таком мероприятии, это было действительно здорово, особенно мне, как техногику, которые любят технику, там очень много было представлено всяких технических приколюх, назовем их так. Было действительно здорово посмотреть, что у нас в городе и в регионе, в принципе, очень активно внедряются те самые цифровые технологии, за чего мы сегодня здесь собрались. Очень много используется технологий, методик именно с применением цифровых технологий, повторюсь так вот. Это действительно классно, здорово, видно, что дети ходят, они смотрят, они прям, скажем так, им это интересно, они заинтересованы, то есть там действительно выставка проходила целых три дня, поток людей, как взрослых, так и детей очень большой, всем все интересно, везде все попробовали, даже я сам на некоторых стендах, площадках поучаствовал, попробовал. Да, классная вещь, честно, зря, что я не посещал аналогично, как этот учсипки Димани первый год же у нас проходил, зря, что я не посещал такие мероприятия. Если кто-то пропустил в этом году, то, скорее всего, в следующем году будет, приходите, не пожалеете, потому что будет еще круче. Что больше всего поразило из технических всяких штук? Во-первых, очень много виртуальной реальности, шлемов виртуальной реальности, очень много робототехники, так как я сам преподавал робототехнику, очень много всяких разных этих роботов. Напротив нашей площадки был стенд с такой вещью, как называется, производственная технология. Есть производственная такая, не помню, как это называется, но у них прям завод был, мини-завод именно в учебной деятельности, и они это показывали. Это было самое, наверное, классное. Ну и, наверное, трактор, который стоял, скажем так, в центре, это тоже было здорово. А рядом показывали мини-трактора, которые управляли сельскохозяйственной промышленностью в плане того, что что-то делали, перевозили, там, переносили, ухаживали там за животными, это было здорово. На ваш взгляд, вообще цифровизация образования нужна она или не нужна? Вот вы когда себя назвали техногиком, мне говорите, детям интересно, мне кажется, сейчас современных детей каждого можно назвать таким словом. К сожалению, придя в образование, как учитель информатики, я понял, что нет, техногиком их не назовешь, потому что их устройство самое любимое, это вот мобильный телефон, который они используют в основном в качестве развлечения. Я как педагог, когда стал преподавать уже, я понял, что все эти новомодные гаджеты и так далее нужно использовать не только для развлечения, но и ради обучения. И им показываю возможности, о которых они не знают. Практика показала, что дети, во-первых, да, у них очень много устройств, всяких разных цифровых технологий, но они, к сожалению, а может быть, к счастью, не сильно заинтересованы в этом. Хотя не понимают, потому что наш современный мир, он без цифровых технологий вообще сейчас никуда. И не все дети это понимают. Они не понимают, что придя на любую должность, на любую профессию, не важно в какой сфере, они будут пользоваться так или иначе тем же компьютером или какими-то другими устройствами. Поэтому нужно вводить уже, как вот информатика, например, 7 класса, надо детей обучать базовой информатике, какой-то там уже, наверное, садика. Учить их пользоваться гаджетами не только как в образовательных, в развлекательных целях, но и в образовательных. Потому что практически любое устройство можно использовать в качестве обучения или просто хотя бы расширения кругозора. Я-то просто помню те времена, когда в школе нам еще преподавали только информатику, и учительница информатики, честно, меня кидала вот этим флаконом с корректором, потому что до меня не доходило. А современные-то дети, они же наоборот дружат. Мне кажется, их уже учить, ну уж куда еще? Ну, в том-то и дело, что есть куда учить. Потому что многие этим не интересуются. Мой взгляд на это то, что их это все окружает, для них это обыденность. И они это не используют, если в наше время опять же вспомнить, да, вот это компьютер, для нас это было все, мы хотели его изучить, потому что для нас это было новое, а сейчас у них вот перенасыщение информационных ресурсов, цифровой технологии, для них это обыденность, и они некоторые моменты, ну да, там стандартные функции, они умеют пользоваться, тоже включить компьютер, тоже запустить приложение в телефоне или на компьютере, но работать с ним они не умеют. Вот именно мы учим, как с этим работать в будущем, чтобы им они закончили колледж, универ, пришли на работу, и они умели уже этим пользоваться. Вот сейчас они это знают, но они не умеют этим пользоваться, как в работе, в образовании, расширении кругозора, только посмотреть видео на ютубе, в тиктоке, там, или... И это все, это все их знания. Меня это тоже как бы шокировало, 21 век, дети-то уже, у каждого там есть какой-то цифровой гаджет, но, как показала практика, не у всех такой гаджет тоже есть. И такие люди, у кого этого как раз-таки нету, они вот этими заинтересованы, они хотят познать, они хотят изучить. Вот этому с такими детьми вообще работать одно удовольствие. Вообще, я думала, что у нас цифровизация-то идет полным ходом. Дети вполне себе прекрасно сидят на уроках, смотрят на интерактивные доски, большинство преподавателей вообще включают какие-то видеоуроки. Доклады в школу, ну вот во всяком случае, мы в третьем классе уже приносим слайдами. Я тоже вас зачарую, не во всех школах вводятся вот эти доклады, рефераты и так далее. Если раньше мы, когда не изучали информатику, и компьютер был не усек, мы это все писали от руки. Вот, сейчас у детей есть такая возможность не писать от руки, ну, как показывает опять же практика, они больше любят писать от руки, чем набирать на компьютере. А причина, почему они не хотят работать именно с компьютером, потому что для них это сложно. Знание клавиатуры, они больше знают, например, на телефоне. Но до них надо донести, что клавиатура на телефоне, это та же клавиатура, которая вот физическая сама клавиатура, что расположение букв, там, цифр, других каких-то символов, оно одинаково. И когда ты этому учишь, они приходят. И как у меня мой опыт также показывает, я работал в нескольких школах, и есть школы, где действительно доклады, рефераты, какие-то конференции там дети проводят, да, они внедряются прямо с первого класса. И они, да, они, приходя к тебе на урок уже информатики, у них хорошая подготовка в плане того, что они понимают, что набрать текст на компьютере, потом его красиво оформить, добавить, проще, чем, например, это сделать все руками. А я работал в школе, где это, к сожалению, не введено с самого начала, и в седьмом классе, когда они приходят на информатику, там уже сложнее работать с детьми, и чтобы их замотивировать, и объяснить им, где это им в будущем пригодится. Банальная работа за компьютером и с офисными приложениями. Ну, опять же, если раньше у нас, это же все ложится, по сути, на плечи родителей. Чтобы ребенок, грубо говоря, с детского сада знал, это ложится на плечи родителей, которые обязаны, ну, не обязаны, но, во всяком случае, должны пойти в магазин, да, приобрести какой-то компьютер, там, я не знаю, или планшет, и начать ребенка обучать. Это же не... В детском саду никто не будет это делать? Ну, сейчас, в самом детском саду нет, они просят преподавателей, как отец ребенка, которого в детском саду, у которого есть проектная деятельность, у меня племянники, которые занимаются этой проектной деятельностью, так как они еще совсем маленькие, за это делают их родители, то есть готовят проекты, презентации, дети их рассказывают. У меня племянники участвовали в таких мероприятиях, где по презентации, которая была не прям презентация, просто стародобрый ватман, по которому они рассказывают. То есть, нет, есть детский сад, которому это учат, и если родители не знают, как это сделать, в принципе, воспитатели идут навстречу, они это объясняют. То есть, здесь уже родители прям, которые только стали родителями, уже с сада объясняют, что нужно уметь работать, сначала как выступать, а в дальнейшем все вот это вот печатное, рукописное нужно будет переводить в цифровой, скажем так, в цифровой вид. То есть, та же презентация уже с обычного ватмана, стенгазеты или еще какого-то, она будет уже перекочевывать, скажем так, в презентацию цифровую, которую уже там можно добавить и разные эффекты, и появления, и так далее, уже и текст, который, например, там какая-то комиссия сидит, в которой нужно, понятное дело, ребенок будет говорить одно, а комиссия хочется увидеть более всего развернуто, то есть, уже печатные документы типа вот доклада реферата. Это в некоторых садиках, это вводится, ну вот садика прям, когда дети уже умеют говорить, умеют выступать, то есть, это хорошо, потому что придя в школу, они будут не теряться, для них это не будет сложно, и родители уже будут понимать, что действительно это надо. К сожалению, родители сейчас при личном общении с родителями забывают, что они тоже учились в колледжах, университетах, что они тоже дипломы, курсовые, какие-то отчеты по практике, они все это делали на компьютере. Если мне память не изменяет, с года 2005-го у нас, в принципе, вся вот эта научная деятельность, научные работы, рефераты, дипломы, курсовые, они должны быть только в цифровом виде. Именно напечатаны, распечатаны, должна быть презентация, которая демонстрирует вашу работу в кратком содержании. И вы, как человек, который должны уметь выступать, ну, рассказывать по презентации, то, что вы презентуете, скажем так. И обычно это хорошо, если это прямо идет с сада. Но больше сталкиваемся с тем, что это дети об этом узнают, когда уже приходят к техникуму или уже в университеты. И там с ними уже сложнее работать, в плане того, что они этого делать не умеют. Это, да, плохо. Поэтому, если родители меня слышат, и сейчас мешкаются покупать, не покупать тот же ноутбук или компьютер, хотя бы для учебных целей, если особенно у вас уже дети, выпускники там в школу, 9-11 класс, им это реально в будущем очень надо. Так как сейчас очень много в вузах, в техникумах, очень много всяких разных конференций, в которых дети задействованы элементарно, вот учись их. Значит, презентации нам готовили, помогали студенты, которые в этом понимают, разбираются. Даже мне, вот, как учители информатики, технодику, скажем так, они все равно помогают в этом, они тоже в этом разбираются, и это хорошо. У меня складывается впечатление, что получилась какая-то брешь в образовательном процессе, потому что, вот, смотрите, у меня ребенок третьеклассник. У нас вполне себе прекрасно. Есть электронный дневник, мы проходим электронные олимпиады, мы вообще никаких лишних телодвижений не делаем. Мы все берем, спокойно садимся, делаем на компьютере, делаем презентацию, если надо, мы набираем текст и так далее, и так далее. И мы абсолютно как бы уже не пишем от руки. А вы говорите, что приходят студенты, которые вот... Не студенты, студенты как раз таки... Вот, именно школьники. Я же сказал, у них проблема, почему им проще написать тот же реферат там в тетрадке или на А4, там, 10, 20... Что они используют для развлечения. Как с этим быть? Палкой бить? Дома. Тут уже школа, понятное дело, как-то мотивирует их и объясняет, где это им показывает функционал, учит их работать с компьютером, с собственными приложениями, объясняет им, причем не один раз, постоянно повторяя о том, где это им пригодится в будущем. Особенно классно, если в школе там прошел какое-то мероприятие, где ученики там, например, со спецклассов или просто инициативные дети, которые выступали на этой конференции и показывали свою презентацию и научную саму работу, вот, распечатанную, ты им показываешь, что это, да, это вот вам может пригодиться. И обрежда заключается вот именно в том, что не все родители, к сожалению, это понимают, что им нужно. В век цифровых технологий, я думаю, у каждого уже дома есть очень много цифровой техники, от стиральных машин, там, да, систем больших умных домов, которые сейчас, это действительно современная цифровая техника. Если дети начинают там уже прямо с садика учиться с этим работать, как с техникой, с цифровой техникой, то чем старше они будут становиться, тем им это будет проще осваивать что-то новое, новые приложения, новое устройство, им будет это проще делать. Вот проблема брешь в том, что, к сожалению, не все родители это понимают, несмотря на то, что живут в цифровом мире. Опять же, другая сторона медали. Телефоны-то в школах запретили? Вот за это я тоже работал в школе, где телефоны на уроках были запрещены, я был бутонщиком в этом плане, потому что телефоны в образовательных целях я использую и на информатике, и на физике, потому что скажем так, я показываю то, что у нас телефон, не только это средство развлечения, там говорилка или общение, через текст, да, можно использовать, всякие тесты можно проходить, ребенок забыл учебник дома, или какой-то задачник дома, мы сейчас можем, я им скидываю этот самый задачник в цифровом виде, и они мне не остаются без учебника, то есть, я использую, если на информатике у меня не тестирование проходит, и что-то там пишут, и рисуют, и обрабатывают графику, к примеру, те же учебники на физике, задачники, или какие-то задания, например, даже вот эти вот цифровые доски, не всегда можно увеличить текст, я могу им скинуть, они это будут смотреть вот у себя здесь на телефоне, потому что, ну, всякое созрение может быть, и нечетко, к примеру, что-то видно, поэтому я стараюсь внедрить, показать, скажем так, цифровые технологии именно с образовательной целью, как вот сам педагог, потому что мои, когда я еще не был педагогом, и вообще этому не учился, у меня тоже все гаджеты были только для развлечения, а потом, начав преподавать, я увидел их потенциал, как можно эти технологии перевернуть, скажем так, в образовательных целях у меня, дети, которые тоже, изначально, когда были совсем маленькие, использовали только для просмотров мультиков, постали постарше, я стал как-то уже отслеживать, контролировать, что они смотрят, как они работают, за телефонами, за компьютерами, за игровыми там приставками, все это как бы стараюсь перевернуть во благо, чтобы это было не только развлекаловка, но еще как бы расширяло кругозор, чему-то учило, благодаря вот телефонный компьютер, у меня сын уже в 5 лет научился читать, писать в чатах там, в каких-то играх переписываться, он мне неплохо изучил английский язык, то есть придя в первый класс, изучая английский, у него были отличные результаты, в плане того, что благодаря как раз-таки гаджетам и компьютеру, он у меня этому научился, потому что я слежу как бы за тем, за контентом, который они просматривают. Вот ключевое, слежу за контентом, потому что вы когда говорите в образовательных целях, у меня сразу возникает вопрос, а как отследить достоверность информации, почему? Потому что все, что у нас в интернете есть, это далеко не все полезно для развития. Да, понятное дело, но тут действительно родителями не просто дать гаджет ребенку и пустить все на самотек, что он там натыкает, насмотрит, может и в некоторых родителей же карточки привязаны, вон, сколько случаев было, когда там на миллионы рублей всякое разное покупают, то, что предлагается в интернете, здесь нет, здесь прям уже конкретно ответственность родителей, которые должны прямо отслеживать контент, который просматривают их дети. Есть очень много сервисов, которые блокируют нежелательный контент, когда можно ограничить конкретно просмотр каких-то мультиков, фильмов и так далее, но здесь уже нужно именно родителям работать, особенно если дети совсем уже там маленькие, но они уже с года тянутся гаджетом, потому что это яркая, классная вещь, которая их очень сильно интересует, и они сначала не понимают, а когда начинают уже осознавать, здесь уже надо еще жестче подходить к этому, что они смотрят. То есть я это контролирую, у меня жена это помогает, контролирует, поэтому у меня как бы с этим проблем нет. И когда ты общаешься с друзьями, с родителями, с моими родственниками в плане того, что они смотрят, я тоже рекомендую, как это сделать. И показываю, как это делать, хотя у меня, например, сестра на компьютерах тоже только вот офисное приложение там что-то сделать, набрать, но заблокировать или еще что-то, как отследить, это да, я ей помогаю в этом плане, рассказываю, показываю, после чего она может уже сама это все дела отслеживать. Ну а в плане образовательных целей, но мы же все помним, что можно не читать, допустим, тот же реферат, можно его тупо скачать в интернете и пойти. Где же тогда тут развитие? Здесь уже зависит квалификация, когда как раз таки педагога, который хочет просто, чтобы ученик просто что-то сделал и получил там, ну главное, что он сделал и получил свою оценку. Есть преподаватели, скажем так, дотошные, которые уже очень много рефератов проверили, и они видят, скажем так, первые мои рефераты по информатике, мне важно было не столько содержания, а то, как они научились форматировать, грубо говоря, текст, то есть красиво, некрасиво, правильно, по ГОСТам, не по ГОСТам сделано, а содержание, ну бегло ты пробегаешь, потому что уже с опытом ты умеешь читать быстро тексты, ты видишь, что там, там недочеты, ты их скажешь ему, чтобы в будущем, когда уже конкретно требуешь реферат по определенной теме, ты уже будешь читать. И понятное дело, там уже это скачано, и ты обычно, благодаря тому же опыт, ты уже знаешь даже примерно, где это скачано, поэтому здесь уже ответственность преподавателей, которые, и какой, смотря какой он результат хочет получить у детей. Если конкретный реферат, который будет, именно, чтобы ребенок узнал, разбирая эту тему, это будет видно, как он защищает презентацию, он это будет видно, как он на вопрос, когда отвечает по этому реферату, как он на них отвечает. Если он легко, свободно отвечает, значит, даже если он его где-то скопировал, он все равно с ним ознакомился, разобрался с проблемой. А если, понятное дело, он плавает в вопросах, он просто тупо его скачал, даже толком не читал, отформатировал, как положено, сдал работу, лишь бы сдать. Ну, опять же, тут возникает другой вопрос достоверности информации. Я не могу успокоиться. Вот скажем, мы все прекрасно понимаем, в каких реалиях мы живем. И большинство той же исторической информации, вот эти факты, которые ты читаешь, они абсолютно искажены, и дети растут на этом, и они же ведь слепо верят в то, что они читают. Здесь надо их исправлять, если, понятное дело, что бывают преподаватели, просто прочитали, ага, ну, сделал, все опять, и свободен. А бывают преподаватели, как сказал, дотошные, которые знают, потому что преподаватель не даст тему, в которой он не понимает. Просто тему дать, ну, такое, ну, по крайней мере, у меня не случалось. И преподаватель, если прочитает, он увидит какие-то недостоверные факты, и тут обычно происходит, скажем так, заключение работы, то есть надо же обосновать оценку, ты, например, ему снизил, потому что некоторые исторические факты недостоверны. Должен ему рассказать достоверные факты и помочь с поиском информации. Обычно преподаватели, давая какую-то тему реферата, дают список литературы, список источников, где они должны найти эту информацию, то есть это точно проверенные источники, в которых преподаватель уверен, что там не будет каких-то неправильных фактов. То есть здесь тоже уже работа преподавателя в том, чтобы научить ребенка правильно доставать информацию, если он где-то ее не достал, тут уже будет диалог, где он ее взял. Учитель сам зайдет, проверит сайт и, скорее всего, посоветует больше информацию с этого сайта, вообще никакую не брать, потому что, к примеру, замечен там неоднократно, что там недостоверные факты, и этот список сайтов будет, скажем так, скорее всего, в черном списке. Именно у преподавателей и детям он будет рекомендовать уже там, бывает так, что показывают список сайтов литературы, которые пользоваться не стоит, так как там либо все поверхностно рассказано, либо там очень много неточностей. В Швеции буквально недавно решили отойти от системы цифровизации образования и вернуться как раз-таки к бумажным носителям. Почему? Потому что, по их мнению, все это ведет к безграмотности ребятишек, и они решили, что вот именно бумажный вариант, он более такой. Я вот точно могу сказать, что знаю человека компьютерного гения, он может все, что угодно, но слово грамотно он пишет с двумя им. Ну, скажем так, я тоже от рождения не совсем грамотный, благодаря компьютеру эта грамотность у меня повышается, вот так как он позволяет исправлять. Ну, насчет этого... Вот видите, вы говорите так, а многие наоборот кричат, что автозамена, вот эта, которая сейчас есть, она вот же, она же нас делает ленивыми и заставляет... Она делает ленивыми, да, согласен, но в основном сейчас все документы печатны, и понятное дело, что больше людей полагаются на вот эту автозамену. Автозамена такая вещь, которая может учиться вместе с тобой. Если ты ее неграмотно научишь, она будет с тобой такая же неграмотная. А если грамотно ее научишь, то есть можно же перепроверить некоторые слова, которые ты не знаешь, как правильно пишешь, или даже ты уверен в этой автозамене, что ты правильно написал слово, ты знаешь точно, что это слово так пишется, он тебе подчеркивает красным, но ты можешь научить эту словарь, скажем так, автозамену этому слову, и он будет и это слово знать. В плане того, что цифровизация делает детей безграмотными, тут уже тоже, скажем так, палка в двух концах. С одной стороны, может быть, если вы полностью полагаетесь на цифровое образование, полностью полагаться на цифровое образование, это глупо, потому что действительно это расслабляет человека в принципе думать. Здесь нужно использовать такое гибридное обучение, то есть какие-то моменты, которые облегчают образование, можно использовать, но там, где нужно человеку действительно думать, ребенку, надо именно заставлять ребенка самого думать. Полностью от цифровизации уйти нельзя, потому что, как я сказал, мы живем в 21 веке, нас окружает абсолютно все вот цифровое, и работая с этим цифровым знанием, человек в будущем, выйдя уже на какую-то профессию, уже работая где-то, ему будет проще адаптироваться к новым каких-то технологиям, потому что технологии как бы не стоят на месте. И отказ от цифрового, переход на бумажные носители, тут тоже, скажем, я за то, чтобы конспекты писать, не печатать, а именно от руки писать, потому что это мышечная память, это быстрее запоминаешь, лучше запоминаешь, именно когда пишешь. То есть я как бы не разрешаю детям печатать, своим ученикам печатать конспекты на компьютере, хотя у них такая, к примеру, возможность нет. Нет, я заставляю их писать по старинке, чтобы у них лучшая информация у своему откладывалась где-то там, в подкорке мозга, скажем так. Какой там, мы же в век высоких технологий живем, диктофон включил и все. Ну да, потом под подушку включил его и слушаешь, ну такое тоже, если честно, работает, я сам так экзаменом на некотором готовился. Правда? Да, когда включаешь там запись какую-то, мы же все детские сказки помним благодаря тому, что когда мы засыпали, почему мы многие их хорошо помним, потому что именно под сон грядущий, нам бабушки, их там дедушки рассказывали, маму, папу. Поэтому мы их, может быть, так и хорошо запоминаем. Это действительно лайфхак рабочий, тут я даже не поспорю. Ну а с другой стороны, наверное, все зависит от того, как человек воспринимает информацию. У меня, например, другая беда, я вот пока зрительно вот так не увижу, я точно не запомню. На слух я не воспринимаю информацию. Ну есть такие, а у вас наоборот. Нет, это вообще зависит от характера психологии человека. Да, есть люди, которым нужно, тактильные люди, которым нужно, они даже если увидят и услышат, нет, им нужно прям пощупать что-то. Когда ты объясняешь какую-то им форму, там, и строение, нет, им надо пощупать. Кому достаточно просто увидеть, самому прочитать, кому-то услышать. Здесь уже, поэтому в образовании используется вот это вот все. То есть мы и показываем. То есть мы не просто включили какой-то там видеоролик, мы его можем прокомментировать, какие-то моменты подробнее разобрать, которые видеоролики не используются. Сейчас поэтому в образовании, вот эти вот наглядные, раньше у нас это были что, просто плакаты по кабинету, а сейчас у нас вот эти вот цифровые доски, проекторы с этой самой панелью. То есть мы, помимо того, что сами рассказываем, мы это еще и показываем. И потом, чтобы это как-то закрепить, идет практическая часть. Как не знаю на других предметах, я как учитель информатики и физики, по физике это какая-то лабораторная работа с оборудованием, по информатике это прям так же практическая работа для закрепления каких-то изученных теоретических навыков, когда они, я им рассказал, они это увидели, как это делается, и потом это все закрепилось. А вот в таком ключе, скажем так, увидел, услышал и попробовал, это вот для меня самое эффективное, потому что я сам так обычно учусь. То есть я где-то услышал, где-то прочитал, сам это попробовал и у меня, скажем так, получилось. Я просто такой, и стараюсь так проводить, скажем так, строить мой урок. Сначала увидели, потом поработали, ну увидели, услышали и поработали. Здесь нужно именно как-то так вот и работать, чтобы это усвоилось, это дети поняли, запомнили, возможно. Как-то так. Насколько, ну понятно, вам-то легко. Насколько у нас педагоги к этому готовы вообще? Это облегчает им жизнь, безусловно. Но вот насколько я знаю, у нас есть, допустим, возрастные преподаватели, вот так же вот школа, в которую ходит мой ребенок. Хотя у нас, в общем-то, весьма, весьма. А еще учитель, я вам покажу. Да, она столкнулась с проблемой, во-первых, финансовой, это очень дорого, оснащать школу цифровыми и всякими технологиями. Это первый, скажем так, камень предковения, второй, да. Вот почему вы были, наверное, против телефонов, да, тут, считай, родители все дали. Я не против телефонов, в плане в школах использования, как раз и наоборот. Да, против отмены, да, я и говорила. Да, да, да. А в плане того, что второй камень предковения, это да, это возрастные педагоги, которые уже, ну, и так вот, честно, работая в образовании, ты всегда чему-то учишься, постоянно что-то новое нужно, потому что поколение детей сменяется, надо по-новому вести уроки. Это сложно, особенно перестраиваться уже взрослому поколению. Можно вспомнить элементарный пример, как наши бабушки, дедушки, их пенсии перевели на банковские карты. Это было очень им сложно с этим банкоматом. Куда жать так, чтобы деньги выдал или не забрал карточку? Это да, это проблема. Здесь нужно подходить так, что нужно преподавателям давать возможность это освоить потихоньку. Но сейчас, скажем так, в образовании используются параллельные старые классические, то есть даже меловые доски и цифровые технологии. То есть здесь надо этот процесс как бы переносить потихоньку. Это надо как-то работать с преподавателем. То есть какие-то курсы, причем не дистанционные, я их не сильно одобряю. Дистанционные курсы можно проходить тем, кто в этом понимает хоть как-то. Если ты в этом не понимаешь, дистанционные курсы проходить, это сложно. С ними надо прямо работать, показать преимущества тех же интерактивных досок, цифровых каких-то лабораторий. Это надо все показать сначала преподавателю, потому что преподавателю проще объяснить плюсы вот этого. То есть электронный журнал, моя школа, которая система сейчас у нас вообще в принципе в России очень активно язык, мне она очень понравилась. Но есть преподаватели, которые столкнулись с первыми, ранее версией этого электронного дневника, которая там все ломалась, все не получалось. И у них уже, скажем так, взик на это, если что-то опять, опять вот это, значит, что-то новое, опять будут какие-то те же проблемы. Нет, каждый год все улучшается, техподдержки работают, то есть слушают преподаватели, как им что удобнее. То есть это все потихоньку, потихоньку, но думаю, со временем мы все, скажем так, и возрастные педагоги, и молодые педагоги, мы все равно перейдем в век цифровых технологий, когда у нас уже, наверное, не будет ни тетрадок, ни учебников, будет какой-то просто планшет, который они с собой... Да, Кадгене там, ты тут же им просто... Это реально облегчает именно подготовку к уроку. То есть если раньше у нас сами педагоги, они заполняли бумажные журналы, у них была куча тетрадок, если они ведут там ни один предмет, а несколько, где они составляют календарно-тематическое планирование на год, там поурочное планирование, которое они должны сейчас провести, для меня это, честно, дико. Мне это проще все сделать в компьютере, мне это проще, потому что я нашел информацию в интернете, я ее прочитал, я ее обработал, подходит она мне, я ее переделал под свои нужды, и все. То есть у меня минимум бумажной работы. В плане электронного журнала там тоже все... Мне нравится то, что тематическое планирование на год, ты его загрузил, то есть раз ты там забыл, что ты с этим классом на прошлом уроке проходишь, что сейчас должен пройти, ты в электронный журнал зашел, ты увидел, скажем так, что ты проходил на прошлом, потому что там можно делать комментарии, заметки, общение с учениками, общение с родителем, общение с педагогами, то есть если ты не можешь дойти до него, до кабинета, телефона под рукой нет, или там интернет не работает, ты можешь это все сделать вот именно в одной системе. Коронавирус показал, что образовательный процесс может быть онлайн полностью. Все равно живое общение никогда не заменит цифровую среду, и дети, с которыми я работал, это действительно подтвердили, что им проще, даже я как человек, который попал под дистанц, и это не совсем удобно, потому что преподавателю не всегда удобно тебе ответить, потому что он где-то в другом месте занят, и так далее, и тому подобное, живое общение в любом случае никуда не уйдет. Дистанционное образование, да, в каких-то вот как пандемия может обходиться, но это временно, если поставить полностью образование на дистанционное обучение, это будет печально, потому что начальные классы, которые как раз-таки попали под дистанц, по ним видно, уровень подготовки очень слабый, потому что не каждый родитель может объяснить математику, не каждый родитель может объяснить физику, химин, это даже тоже русский. Отсюда пошел другой вопрос, спрос на репетиторов, которые опять же у нас тоже все ушли в онлайн, потому что живьем сходить к репетитору или пригласить его к себе, это дороже, в интернете видео урок там 700-500 рублей, а если ты не можешь себе позволить репетитора в онлайне, ты можешь вообще пойти где-нибудь почитать за 200-300 рублей. Есть такое, скажем так, но если вы уже что-то не понимаете, обращаясь к онлайн-репетитору, но там тоже можно найти успешных, которые действительно могут все разживать. Здесь пока сам не попробуешь, ты не узнаешь, что лучше там репетитор за 200 рублей или репетитор за 700, хотя может с соточностью обказаться и набору, что и за 750 тебе ничего нового не сказал, ничему не научил, а за 250 начинающий репетитор тебе разжевал все по полочкам, и ты такой, о, я понял. То есть здесь пока вот сам не попробуешь, не убедишься, ты не дашь себе ответ, эффективно это, неэффективно. Но как показал, ну действительно, вот общение, даже дети, когда они там на дистанцию уходят, в морозы, у нас же сейчас начинаются морозы, мы все уходим на дистанцию, выкладываем задания, там куча вопросов, а как, а мы не понимаем, а как сделать, и ты уже запускаешь конференцию, им пытаешь что-то объяснить, ну как обычно проходит конференция, кто-то камеру включил и ушел заниматься своими делами, и где-то там фоном слушает, а кто-то действительно слушает, с тобой общается, но это все равно не то общение, можно так просто пообщаться с друзьями по видеосвязи, но образование пока на дистанцию, это, я не верю в это, что оно перейдет полно на дистанционное обучение, потому что, ну действительно, всегда, когда у тебя педагог, всегда вот с тобой рядом, даже если у тебя не урок, ты всегда к нему можешь подойти и что-то расспросить, после урока ты можешь задержаться, если это обычно конференция, какое-то дистанционное занятие, обычно у тебя урок закончился, у тебя следующий, ты как бы завершил конференцию, все, начинаешь работать с другими, и вдруг вопросы остались у учеников, которые не успели задать, после уроков они обычно подходят и с тобой разговаривают, а ты им на переменке разъясни что-то, либо даже какое-то дополнительное задание, здесь еще раз говорю, личное общение, живое, никуда не ленится, пока. Спасибо вам большое.